Доброе утро! 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 возможностей на сегодняшний день иммунотерапия, оно достаточно большое. И как выбрать индивидуальный путь для лечения больного, это, конечно, всё равно остаётся не только на основании тех рекомендаций, которые у нас существуют, но и, конечно, мнения лечащего врача и, конечно, особенности своего именно пациента. И иммуноонкология на сегодня, конечно, нам бы хотелось при соединении одного препарата с другим получить максимальный ответ, всегда ли это выходит, 1 плюс 1 получается 3 или всё-таки получается 2. И на сегодняшний день в нашей секции, именно в сегодняшний день и секция наша, и следующее продолжение будет посвящено лечению пациентов с такими локализациями, которые здесь прописаны. Это рак лёгкого, это меланома, это рак почки, ортелиальный рак. Опухоли головы, шеи и опухоли желудочно-пишечного тракта. Ведущие специалисты нам расскажут о тех возможностях, которые на сегодняшний день и существуют для лечения пациентов с этими локализациями, и о особенностях и тех вопросах, которые обычно стоят у практикующих онкологов. Поэтому очень внимательно обратите внимание на эти доклады. Я думаю, что они принесут большую пользу. Но какие вопросы у нас остаются нерешёнными, и не только у нас в нашей практике, но и в целом у онкологов, которые работают с онкологическими заболеваниями, со злокачественными опухолями, один из вопросов – это персонализация иммунотерапии. И НАСКа 2023 года была посвящена целая сессия этому вопросу. Как именно добиться новых стратегий к тому, чтобы лечение получали пациенты, те, которым действительно будет эффективна иммунотерапия. К сожалению, мы знаем, что далеко не всегда иммунотерапия эффективна для всех пациентов. Часть пациентов не отвечают на лечение. Какие здесь могут быть факторы? Эти факторы могут быть разнообразные. Эти факторы могут быть как связанные непосредственно с опухолью, как факторы, которые не связаны с опухолью. И поэтому поиск предиктивных маркёров, биомаркёров, которые бы отвечали стратификации пациентов, которые чувствительны к иммунотерапии – это достаточно актуальный вопрос. И этому посвящено несколько исследований. Одно из исследований, вот здесь представлено, это исследование касается молекулярному анализу у пациентов, имеющих злокачественные опухоли, для того, чтобы выбрать определенный путь лечения. И интересная, конечно, точка зрения – это такие ключевые иммунотерапевтические исследования, которые говорят о том, что должен быть взгляд не только назад, но и вперёд. Это действительно говорит о том, что то, что было ещё предложено, и то, что мы имели в иммунотерапии раньше, не следует об этом забывать, пользоваться этими результатами и превзносить эти результаты, и развивать дальше. Дальше мы коснёмся этих моментов, и ещё раз будем говорить о возможностях иммунотерапии, то, что было и предложено ранее. Резистентность – это тоже тип, разновидность такая вот в иммунотерапии, не только даже в иммунотерапии, но и в целом в противоопухолевой терапии, которая заставляет остановиться и задуматься практикующих онкологов всё-таки, что же происходит у конкретного пациента. У некоторых пациентов существует первичная резистентность к лечению, к иммунотерапии, есть резистентность уже вторичная после проведённого ранее лечения. Какие виды резистентности к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа? Этому посвящается также достаточно много внимания. И один из возможных вариантов – это, конечно, может быть то, что опухоль теряет свою иммуногенность, почему-то ингибиторы контрольных точек перестают работать и не отвечают на лечение. Опухоль теряет свои антигенные свойства, свою антигенную презентацию. Возможно, это за счёт комплекса гистосовместимости, возможно, из-за других каких-то факторов, недостаточного количества Т-лимфоцитов опухоли, но во всяком случае опухоль остаётся резистентной. И таких пациентов, мы знаем в нашей практике, мы встречаем не так уж и мало. Как быть с этими пациентами? Какие могут быть возможные пути? Возможно, это подход другого пути совершенно, сигнального пути. Возможно, это микроокружение. Во всяком случае, над этими вопросами много работают исследователи, как и основных биологических наук, так и практикующие онкологи. И, возможно, мы со временем найдём определённую точку зрения по поводу резистентности опухоли к различным противопухолим препаратам, в том числе и к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа. Ещё другое такое направление, которое заставляет нас задуматься в лечении онкологических заболеваний и с применением иммунотерапии, это то, что со временем происходит передвижение применения иммуноонкологических препаратов, в частности, чекпоинт ингибиторов, от метастатических форм более ранним формам, с применением одевантной терапии и неодевантной терапии. Какая терапия должна быть более совершенной и более правильной? Это проведение одевантной терапии или неодевантной терапии? На сегодняшний день абсолютно чётких вопросов, да и нет, у нас не существует. Хотя в рекомендациях мы уже знаем, например, при меланоме мы используем пембролизумаб как переоперационную иммунотерапию для лечения пациентов резиктабельных и видим неплохие результаты. Но, тем не менее, исследования в этом направлении продолжаются, их достаточно немало. И вот здесь вот я останавливаюсь на слайде, который я повзаимствовала у своего коллеги Алексея Викторовича Новика. Преимущество раннего начала системной терапии, оно абсолютно обосновано. Во-первых, на более ранних стадиях заболевания существуют более благоприятные свойства опухоли. Меньше опухолевая нагрузка, больше возможности комбинированной терапии у пациентов, которые ещё не применяли терапию для, например, как у пациентов с метастатическими формами. Существует большая частота ответа вне одевантной терапии. И это мы видим в практике, и пока ещё такая немногочисленная практика, но это мы видим и в клинических исследованиях. И есть возможность вылечить большее количество пациентов. И на самом деле, опять же, на каждом конгрессе и на европейских конгрессах, на американских и на наших отечественных проходят исследования, проходят доклады, которые посвящены использованию неодевантных режимов. Как видите, у нас к 23-го года этих исследований было обозначено достаточно много. Они были иллюстрированы достаточно интересными такими вот иллюстрациями, картинками, что это действительно новое направление неодевантной иммунотерапии. К чему может привести это направление? Думаю, что это станет стандартным лечением. И я буквально несколько остановлюсь на тех исследованиях, которые заслуживают интерес. Например, неодевантная терапия, слог для лечения пациентов с меланомой, использование пембролизумаба у пациентов в неодевантном режиме, посмотрите, позволило увеличить безрецидивную выживаемость, причём достаточно высоко, более 20%. А вот влияние на общую выживаемость, здесь мы уже не можем сказать таких больших изменений. Но, тем не менее, вот разница между одевантным применением и неодевантным лечением, посмотрите, безрецидивной выживаемости достаточно высока. На чём ещё хочется остановиться? Одевантное лечение. Сейчас вот я наговорила о тех исследованиях, которые говорят о том, смотри назад, взгляд назад и вперёд. Те применения иммуно-онкологических препаратов и иммунных препаратов, которые были использованы ранее, они всё-таки заслуживают внимания и сейчас. Например, речь идёт об исследовании одевантной иммунотерапии с применением персонализированной противопухолевой вакцины на основе микро-РНК. Опять же, при меланоме. Интересное исследование, повторяю, это одевантное применение, комбинация вот этой вакцины в сочетании с пембролизумабом, против пембролизумаба. Исследование второй фазы. Что показывает это исследование? Одна линия получает такую комбинацию, другая получает только пембролизумаб. Больные третий и прооперированный, местно распространённый четвёртый стадии. 157 пациентов. И посмотрите, какие результаты. Результаты достаточно впечатляющие. Есть разница и визорезидивной выживаемости, и выживаемости без отдалённых метастазов у тех пациентов, которые получают вот эту комбинацию вакцины плюс пембролизумаб, против использования только пембролизумаба. Но это говорит о том, что те изменения, которые, те данные, которые мы имели ранее, они заслуживают интерес. И думаем, что применение вакцинотерапии в будущем тоже будет иметь значение, особенно при иммуногенных опухолях. И вы, если помните, то когда не было вот этого периода таргетной терапии и чекпоинт ингибиторов, использование вакцинотерапии, интерферонов, химиотерапии при меланоме было достаточно актуально. И редукция дозы при использовании комбинированной терапии, она была достаточно высока, 44% редукции дозы при рецидиве заболевания или смерти, и 65% редукция риска возникновения отдаленных метастазов. То есть это исследование говорит о том, что, конечно, представляет интерес, и мы будем ждать в 2023 году третью фазу этого исследования, и посмотрим, каковы будут результаты. И на что бы я хотела обратить внимание, опять же, мы говорим о биомаркерах. Этого вопроса не буду конкретно касаться, поскольку у нас завтра будет целый диспут, посвященный вопросу биомаркерам, и я думаю, что он будет достаточно интересен. Будут говорить и ведущие специалисты, Евгений Наумович, и минетов, и морфологи Анна Сергеевна Артемьева, и клиницисты как раз будут обсуждать этот вопрос. Вопрос, конечно, остается тоже достаточно актуальным. И на фоне вот этого исследования хочу вам показать, что выживаемость пациентов без отдаленных метастазов в зависимости от микроциркуляции ДНК тоже достаточно значима. У тех пациентов, у которых концентрация микро-РНК низкая, у них выживаемость намного выше по сравнению с теми пациентами, у которых концентрация микро-РНК высокая. Это говорит о том, что существуют маркеры, не только PD-L1 и другие маркеры, на которые бы можно было обратить внимание и пользоваться своей практикой, но по различным причинам они пока в настоящее время нам недоступны. Но думаю, что это время пройдет время, и мы будем иметь и другие биомаркеры, кроме PD-L1, которые мы и пользуемся своей практикой. Итак, на сегодняшний день я вот показала еще раз вам мазками те изменения, которые происходят в иммуноонкологии и те направления, по которым идут исследования. Конечно, современная иммунотерапия, иммуноонкология, она сделала революцию в лечении онкологических пациентов. Наши пациенты стали жить и жить качественно. Это, конечно, большое преимущество. Конечно, появляются, расширяются новые показания, появляются новые препараты. И мы видим, что будущее идет все-таки за комбинированной терапией. Либо это сочетание иммунотерапии, либо это таргетная терапия, либо химиотерапия, либо совершенно новые препараты. Но, во всяком случае, это использование различных точек иммунного ответа. Это, конечно, опять вопрос предиктивных маркеров. Нам нужна стратификация пациентам, которые действительно будут помогать тот или иной препарат, и мы будем получать более эффективное лечение. Это, конечно, изучение резистентности, потому что это проблема. Проблема всегда в лекарственной терапии, и особенно в иммунотерапии. И, конечно, применение лечения более ранних форм, это более актуально и более значимо. Это применение одевантной терапии, неодевантной терапии у пациентов со злокачественными опухолями. И на сегодняшний день клинические исследования, они становятся, конечно, у нас той, тем основным базисом, на которых мы базируемся на результатах и надеемся на дальнейшее практическое применение этих результатов. Поэтому комбинация иммунотерапии в сочетании с таргетной терапией, с химиотерапией, с лучевой терапией, с хирургическим вмешательством остается достаточно актуальной, и только вот вместе со всеми другими видами лечения можно получить эффективный ответ. Спасибо большое за внимание, дорогие коллеги. И очень хочется вам еще раз обратить ваше внимание на нашу прекрасную петербургскую осень. Она у нас действительно золотая в это время. И надеемся, что вы найдете возможности порадоваться природе и получить, конечно, положительные эмоции не только от природы, но, конечно, от нашей конференции. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...